Последняя пятница июня объявлена в Великом Новгороде единым днём выпускных балов. В филармонии вновь чествовали золотых медалистов. Оригинальный департамент образования параллельно подвёл итоги экзаменационной кампании этого года. Торжественные фанфары, приветственные речи, гордости, слёзы на глазах родителей и наставников учителей. Всё это сегодня для них, вчерашних учеников, взволнованных и немного растерянных от осознания своей первой большой победы. Они – золотые медалисты, лучшие среди сверстников, будущая элита страны. Сидящие в этом зале все с гордостью смотрят на вас, абсолютно все, и с надеждой, что вы продолжите начатое вами, вашими родителями, вашими учителями дело. И хотелось бы, ребята, вам пожелать на этом пути, на длинном-длинном пути удачи. Около тысячи человек закончили в этом году 11 классы школы гимназии Великого Новгорода. Из них 98 стали обладателями золотых медалей и дипломов за особые успехи в учении. Наибольшее количество круглых отличников – гимназях номер 2 и номер 4 и средней школе номер 13. Особый почет тем, кто свой пятерочный диплом подтвердил наивысшими результатами на ЕГЭ. Среди них выпускница лицея-интерната Анастасия Алексеева. Она набрала 100 баллов по географии. Добиться такого результата было непросто, признается девушка, и за поддержку главные слова благодарности самым близким людям, любимым учительнице и, конечно, родителям. Я хочу сказать спасибо моей любимой маме, которая меня всегда поддерживала. Неважно, получалось у меня что-то или нет, она всегда говорила, что у меня все получится. Я ее очень сильно люблю. Ребят с аналогичным результатом у нас в этом году 15. Этой статистикой поделился с журналистами руководитель департамента образования области Александр Ширин. Это, конечно, меньше, чем в прошлом году. Тогда максимум показали 32 ученика. Но зато у нас есть дважды стобальница, выпускница второй школы из города Пестово. Это очень хороший результат, и я в очередной раз хочу подчеркнуть, что вот такую возможность дает сегодня ЕГЭ, независимо от, в какой школе учился выпускник. Задания одни и те же для всех, из одной базы данных формируются. И, соответственно, результатами воспользоваться могут выпускники при поступлении в любой ВУЗ. Разумеется, есть в этом году и те, кто не смог преодолеть минимальный порог по одному или нескольким предметам. Таких 14 человек. Некоторые из них сделают вторую попытку в ближайшие резервные дни. Кому-то придется сдавать экзамены в сентябре. Не обошлось в этом году и без аннулирования результатов. С экзамена были удалены два школьника за шпаргалку и использование мобильного телефона. В целом же экзаменационная кампания 2017 завершилась без нарушений. Педагогам теперь предстоит анализировать результаты и делать коррективы на будущее. А вчерашним школьникам еще немного поволноваться. Теперь уже ожидая зачисления в выбранные учебные заведения. Ольга Ионова, Нина Крючек, Илья Круглов. Новости Новгородское областное телевидение.